После предложения президента закрепить в Конституции наличие только российского паспорта у власти мущих в сети появился список депутатов и чиновников, якобы имеющих двойное гражданство или вид на жительство в другой стране. Как быть тем, у кого оно действительно есть? Видавшие виды. В послание президента в сети вновь всплыл список депутатов и чиновников, якобы имеющих второе гражданство или вид на жительство в другой стране. Список этот обсуждали и в прошлом году, но сейчас дискуссия вновь стала актуальной. В Думе тут же заявили, что среди депутатов нет людей с двойным гражданством, а некоторые фигуранты черного списка грозят авторам прокуратуры. На самом деле, чиновникам высшего ранга и народным избранникам нельзя иметь второй паспорт и вид на жительство еще с 2006-го. Просто не все об этом знают. Иван Медведев продолжит. Фамилии, представленные в списке, мы называть не будем, поскольку не можем на 100% ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о наличии у тех или иных людей двойного гражданства или вида на жительство в другой стране. Отметим только, что в списке упоминаются всенародно известные члены правительства, сенаторы и депутаты. Президент, напомню, предложил закрепить в Конституции пункт о том, что у губернаторов, депутатов, сенаторов, министров, судей и некоторых других должностных лиц должен быть только российский паспорт. На самом деле, членам парламента, президенту, главе Совбеза, губернаторам и ряду других чиновников нельзя иметь второе гражданство или ВНЖ еще с 2006-го года. Просто, как показал небольшой опрос «Бизнес.ФМ», не все депутаты об этом знают. И вот перед выборами действующего состава Думы в 2016-м ЦИК нашел двойное гражданство у 80 кандидатов в депутаты. А сегодня «Справедливая Россия» говорят, что депутатов проверят на сей счет еще раз. Получается, сомнения есть. Хотя первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков уверенно заявил, что в Нижней Палате депутатов с иностранным гражданством нет. Депутат Госдумы Николай Борцов тоже уверен. Нет у меня никакого гражданства. Надоели бы мне своим гражданством. Не знаю, кто это придумал. Вид на жительство в США был, например, у депутата Государственной Думы Ирины Родниной. Я оттуда уехала в 2002 году. Что произошло за 18 лет, понятия не имею. Но у меня его нет. С вашей точки зрения, в принципе, наличие вида на жительство в другой стране, оно может действительно как-то негативно характеризовать чиновника или действительно создавать препятствия для его качественной и правильной деятельности в своей области? Если народу кажется, что это препятствие, то мы должны это убрать. В свое время наличие второго гражданства или ВНЖ где-нибудь в Европе среди обеспеченных россиян было чуть ли не нормой. А в Думе, в Совфеде и в министерских креслах у нас немало людей обеспеченных. По словам экспертов, чаще всего ВНЖ россияне получают через приобретение в другой стране недвижимости. Испания, Латвия, Португалия, Греция. Человек, купивший в этих странах что-то на сумму от 250 до 500 тысяч евро, уже может претендовать на ВНЖ. А дальше, через 2-3-4 года, в зависимости от государства, человек просто подтверждает, что дом он свой не продал или продал этот, но купил другой. И продлевает вид на жительство. Несколько раз продлил, не нарушил местных законов, и речь идет уже о ПМЖ, а потом и о полноценном паспорте. Мальта и Кипр могут дать гражданство сразу, но стоить оно будет дороже. В США можно рассчитывать на ВНЖ при регистрации там бизнеса, а, например, во Франции и в ряде других стран не обязательно покупать что-то сверхдорогое. Достаточно просто прожить там более полугода, но легально. При этом и открыть бизнес, и купить дом может один из супругов, а ВНЖ, пусть и со временем, получит вся семья. То есть официально небогатый человек может рассчитывать на ВНЖ, если его успешная в бизнесе вторая половина купила дом в Испании. А если вдруг кому-то из супругов, ну так уж получилось, нужно срочно избавиться от ВНЖ, проблем с этим тоже не будет, объясняет главный редактор при АнРУ Филипп Березин. Если по каким-то причинам человек хочет отказаться от ВНЖ, ну то практически в любой стране есть законодательная процедура, вы пишете соответствующее заявление о том, что ВНЖ вам не нужен. С другой стороны, сразу по щелчку его, конечно, действия не отменят, но от нескольких дней до двух-трех месяцев, как правило, эта процедура может длиться. Ну там даже, думаю, причину никак указывать не надо. Достаточно просто некого письменного уведомления государственные органы, которые занимаются инфрационными вопросами. Получается, что запрет, о котором так много говорят в последние дни, уже давно действует. А желающие иметь второй паспорт или хотя бы вид нажительства где-то еще, кроме России, сделать это могут довольно легко при условии наличия у этих людей достаточной суммы. Так что разговоры о том, что элита с видами нажительства теперь имеет бледный вид, судя по всему, беспочвены.